Если тебя отобьет, тебе надо быть на ворота. Нам должно повезти. Ты можешь сротять мяч и идти бить по воротам. Блин. Становку не выполнил, поэтому ты заменен. Человек, который скрывается сейчас и прячет свое лицо, вот так вот его сейчас называют самым ярким тренером медийного футбола. Друзья, это значит очень дорого. Угадайте, кто это? Кто это? А если это самый яркий тренер медийного футбола, то значит это и самый яркий тренер российского футбола. Браво! Привет, друзья, это Егоров. И сейчас будет интервью с самым медийным тренером медийного же футбола, который тренировал Джарахова, Пашу Техника, Гуди и, конечно же, Козлов. Почему-то он не попал в список лучших тренеров этого сезона, но вы поймете, что это большая ошибка. Также он ответит на вопрос, перейдет ли он в Амкал. Смотрим. Как вам, кстати, когда говорят, Градяленко самый яркий, самый прикольный, самый крутой, радует это вообще хоть немножечко? Конечно, приятно, конечно, приятно. Поэтому я вот только пересматриваю все эти комментарии комментаторов, когда говорят, о, Градяленко, вот это, ой, ой, ой. Я вот с этим засыпаюсь, с этим просыпаюсь, друзья. Как вообще произошла эта история соприкосновения с ФК Козлы? Вот такие приходят люди, например, Гуди, и говорят, Дмитрий, есть команда Козлы, и вы теперь главный там... Козел. Козел. Ко-тки, да. Не, ну, во-первых, история очень проста. Кто такой Гуди, друзья? Гу-это Гусаков, Ди-это Дима. Я так думаю, возможно, именно поэтому он и придумал вот такое себе прозвище, никнейм, я не знаю, как это обзывать. Ну, пусть будет Кликуха. Кликуха, великолепно. А кто такой Дмитрий Юрьевич Гусаков просто? Это просто сын моего одноклассника. Вот и все. Юрия Гусакова? Юрия Михайловича, Гусакова, с которым мы знакомы с 9 лет, друзья, с 9, начиная познавать, что такое футбол в школе смена Люблинского района. А Юрий Гусаков, получается, футболист и менеджер футболист? Да, конечно. Он футболист. Он был хорошим футболистом, играл в достаточно высоком уровне. Потом волею судеб футбольных, по числу там, переплетений или пересечений, оказался в Питере, играл в «Зените», и женился, остался, и все, он питерский. И сейчас он, я так понимаю, тоже в «Зените» работает? Да, конечно, он работает с «ЦСКО». Так вы с медийным футболом уже, понимаете, уже даже не следите за всем, что происходит в РПЛ. Просто нам-то рассказывали, что он работает в «Зените». Работал. Работал. А теперь «ЦСК». Да, конечно. Вы помните эту историю, такую интересную историю про забытые майки футбольного клуба «Зенит». Это было то ли год назад, то ли полтора, такое, когда команда «Зенита» поехала на уездной матч, оказалось, что чемоданчик, чемоданчик, которых там было 15 или 20, потому что сейчас же футболисты, они же все ленивые, они только ходят с телефоном. И, знаете, как вы называли, «барсеточка»? Барсеточка. А за них и наушники. И наушники. И наушники. А за них всю вот эту работу, потому что это тяжелая работа, друзья, носить сумку с бутсами, с двумя парами бутсов, потому что, надеюсь, все-таки они профессионалы, потому что у футболиста должно быть две пары бутсов. Это сложно, это тяжело, это очень тяжело. Поэтому и нанимаются сотрудники, которые следят за этим, чтобы у них были, значит, трусики, чтобы у них были гитришки, бутсишки, я не знаю, там, еще что-то, полотенчики, я не знаю, носовые платочки, туалетная бумага, чтобы, если обосрался, значит, вытереть им задницу. Чтоб не пахло потом. Ну, конечно, да, неприятно же все. Поэтому очень много всевозможных, знаете, чемоданов, вот этих огромных железных, металлических контейнеров, которые, значит, собирают сотрудники клуба, вот, и везут на игру для того, чтобы облегчить, облегчить этот тяжелейший труд наших профессиональных футболистов. А какие-то шпионы, получается, неплохие люди, чемоданчики крадут. Возможно. Да. Кстати, это не исключено, вы знаете, не было проведено, вот это расследование, не было оно проведено. Может, перепутали чемоданчик с формы или какой-то ядер, мы же не знали. Конечно, мы же все прекрасно знаем, что, извините, извините, Слава, это Слава Глеб, значит, Слава. Сейчас я перезвоню, сейчас я не могу, если ты про Александра, то чуть позже я перезвоню. И вот, в общем, Юрий, как раз, Высаков, он вот этой всей системой руководил, я так понимаю, или нет? Наверное, да. Наверное, да. Наверное, да, и нужно было, все-таки, принять какое-то решение, потому что пришлось заказывать самолет для футболов, наверное, да, чтобы он быстренько прилетел. Финансы располагают клуб. Я понимаю, но если ты тут допустил ошибку, значит, за него надо отвечать. Юрий Михайлович после 15 или, там, сколько лет проведенных в футбольном клубе «Зенит», значит, его покинул. И пришел в ЦСКА. Его покинул год, значит, занимался семейными и бытовыми какими-то там вопросами, вот. Ну и слава богу, снова этот профессионал до мозга костей оказался предельным. Это прекрасно. Да. Да. И Дмитрий звонит вам и говорит. Не Дмитрий, а Юрий Михайлович. Ну и сам позвонил. Ну, конечно. Он говорит, Дим, слушай, здесь мой сын хочет такую штуку организовать. Ты слышал об этом? Я говорю, ну так что-то краем муха слышат. Я говорю, Юр, ну у меня день рождения, давай потом. Вот это все произошло потом, после 11 августа. Мы встретились, он говорит, будешь нас, козлов, тренировать, которых пока нет? Я говорю, да, конечно. Мы берем козлов, научим, расскажем и даже покажем. Потому что есть еще у меня немножко порох в пороховницах и, как говорится, ягоды в ягодице. Дмитрий Градзеленко? Да, и я буду вашим тренером. Кто тренер? Так вы сказали выходить через 6 минут. Кто сказал? Иди играй. Иди сюда! Здесь играй! Но здесь еще нужно, наверное, было, чтобы они нормальные условия для работы предоставили. Потому что они же там разбрасываются этим. Джарахов миллион, этот миллион. У нас шикарные условия. У нас лужники, у нас футбольное поле. Два раза в неделю. Два раза в неделю, в отличие от многих. К сожалению, у нас всего лишь два раза в неделю. Великолепное поле. Удобное время. Удобное время. То в 10 вечера, то в 12. Самое удобное время для того, чтобы обучать козлов этому делу. К сожалению, еще раз, я как-то сказал один раз, что жалко, что поля искусственности, понимаете. Козлам же это... И щипать травку. Да, это не очень, не очень. Поэтому у нас иногда ничего-то не получается. Так-то более-менее все нормально. А когда увидели вот этих вот козлов, которые там рэперы, вот эти, удовольствие было? Было весело. Знаете, я начал узнавать даже иногда. Я думал, тут какой-то жарах вообще непонятный. А у него есть там один хит вообще на все времена. Секундочку. Чтобы вы понимали, друзья, чтобы вы понимали, открываю, значит, ВКонтакте. Я знаю, что музыку можно слушать ВКонтакте. Вот смотрите. И вот это типа называется плейлист. Плейлист, да? Плейлист, секундочку, секундочку. Вот моя музыка. Чик! Чтобы вы понимали, да? Первая песня. Вот благодаря медийной лиге, благодаря, значит, моим друзьям, моему другу Юрию Михайловичу, который посоветовал мою кандидатуру своему сыну, я оказался вот в этой истории и начал узнавать много-нового, много-новых слов, много-новых артистов, которые действительно поют неплохие песни. Мне она нравится, кстати. Ну, да? Да. А Джарахов был музыкантом и блогером, а теперь тут вратарем стал. Ну, так, неусловно. Ну, да. Если честно, неусловно. Но то, что он провел, это огромное спасибо. А он-то тренировался до? Знаете, у нас была тренировка, но исключительно для мединых. То есть там было человек 6-7, они пришли, побили по воротам этому парню высокорослому. Вот и все. Это был один раз, скажу честно. Но научить за раз Джарахова сложно. Просто вот так. Все умеет. А все может. Все умеет. Там заменка с ним была. Замена. Вот гениальная заменка. На пятой минуте. Из-за того, что он пенальти не пробил. Не пробил пенальти. Я не знаю, скажи, если честно отобьет, тебе надо будет на воротах. Ты должен сротять мяч и тебе бить по воротам. Блин. Установку не выполнил, поэтому ты заменен. Я еще покажу всем. А была установка. Конечно. У нас была установка. Он ее не выполнил. Я же был заменен. Ну что, я же не могу, вы знаете, это... А был ли с бровки крик такой, Джарахов и тебе... Я не могу пускать себя на самотеку. Я тебе сказал, я перед каждой игрой говорю. Ребята, не надо вступать в дискуссии с противником. Судьей разговаривать не надо. Кто будет поддаваться на провокацию, ребят, поймите, это футбол, вас могут провоцировать. Это мужская игра и мяч один. Вы понимаете, если вы с мячом, то скорее всего, скорее всего, у вас его кто-то захочет отнять. Логично. Вы знаете, а так как играют многие полупрофессионалы и непрофессионалы, они могут просто случайно вам ударить вместо мяча по ноге. И не нужно на это реагировать. Нужно играть до свистка. Свистнул судья? Отлично. Не свистнул? Продолжай играть. Если тебя ударили, ну, блин, он не со зла. Ну, все же не со зла. Мы же все в этом. Мы же здесь, наверное, весело должно быть. И вот, я сказал, кто будет реагировать, играть не будет. Угу. Значит, и у нас вот была одна красная карточка. Я Гуди не поставил на следующую игру. Логично. Была стычка. И подозрение на то, что сейчас вот это все начнется, да, потому что как бывает? Один одного бьет, он встает. Начинает боковать. Значит, тот, естественно, молодой, тоже горячий. Начинает в ответ. И тут бегут уже со всех сторон. Ну, что это? Ну, это, это бордак. И вот я нашего, одного из лучших футболистов, Ислама Акаева, заменил после выхода на поле на 40-й секунде. Ну, самое интересное, что он понял. Я, он, нет, я его заменил, я его заменил, Ислам. Ну, я же говорил, ну, говорил буквально 20 минут назад. Ну, зачем? Не заводись. Да. Ну, он до конца вышел и больше это не делает. А Джарахов должен был пробить пенальти. Ну, конечно. И не пробил. Конечно. А там прямо на установке был. Джарахов, пробей. Ну, конечно. У нас тут мы снимали, это, я не знаю, там вышло или не вышло, но все. Влад Гарринс, да. Больше он играть не будет. Джарахов? Да. После этого. Отменен. Вы знаете, и Мигина Лига тем, кто хороша, что можно все порешать. И изменить. Поэтому я жду. Вот Джарахов-то у меня есть, а вот есть и я у него. Я жду от него предложений. Наоборот теперь. Да, конечно. А вот в первом туре человечище, который в маске простоял. Это тоже тренерская установка? На месте? Это было сделано, к сожалению, без меня. Меня это немножко задело. Мы потом с президентом порешали, я сказал, что такого больше не повторилось. Но у него же ни одной ошибки. Это не важно. Стоять нельзя в футболе, получается. Не выбирать. Когда печально, тогда печально. Еще один гениальный футболист, который вышел на поле, но не провел ни минуты. Как произошла метаморфоза от разминки до того момента, когда он голым бегал по улице? Значит, смотрите. Бро, я даже не вышел, потому что, знаешь что? Потому что, су, нет! Он пришел в порядке? Нет, он уже пришел чуть-чуть под градусом, потому что, вы знаете, у меня очень обостренный нюх. Я чувствую. Что где-то здесь Паша техник. Я чувствую, я чувствую, значит, запах на голову. Ну, я не знаю, вот с этим у меня вообще проблем нет. Я прям моментально, я говорю, опа! Что-то где-то рядом. Да, но он был адекватный совершенно, совершенно адекватный парень. Значит, с ним был менеджер, я не помню как, ему не помню. Причем парень даже в футболе вроде разбирается с Паши техникой. Ну, так. Ну, мне говорили. Да. Вот, и я говорю, пожалуйста, не уходи никуда. Вот он сидел спокойно, сидел сидел, сидел, это был за два часа до ночи. Потом говорит, хочу покурить. Я говорю, ну, нельзя курить. Он говорит, ну, хочу, я говорю, ну, ладно. Покури. И вот они отошли с этим, со своим директором, я говорю, директор, следи за ним. Ну, было понятно, что что-то может. Ну, не знаю. Но вы не знали, да, это обо всех них. Поймите, я просто уже был погружен в игру. Для меня игра уже началась. Я имею в виду, до футбола, вы за неделю до этого не знали, кто такой Паши техникой? Конечно нет. А, ну, да. Конечно нет. Так я могу знать, кто такой Паши техникой. Я вчера уже не поел в хиньках. И мне три дня не спал, ебда. Я знаю других футболистов техничных. Ну, Паши технаря я так и знаю. Славу Глеба знаю, а Паши техникой нет. Да. Вот, понял. И он отошел на пару часиков, ой, на минуточку бакуриф. Ну, буквально, буквально там, я не знаю, на пять минут, может, что-то, блин. Потом я увидел кока-колу, думаю. Ну, Курил, ну, любит кока-колу, чудак. Может, у него сахарный диабет. Это его тоже любил. Кока-колу. Ну, да. Ну, слушай, если этому не помешает, пожалуйста. Потом я смотрю, все хуже. Все хуже и хуже. Хуже и хуже. Смотрю, блин. Чувствуй физическую форму, Паш. Породную, ах, хорошо. Уму прошел, Паш? Пять. Ну, что ты, гол, все не ждать? Ну, я жду пас от моего там. С одолол пяточкой. И решаешь, да? Я спортсал и ухожу. Каждый форео, Паш. Каждый форео, но Динамо, Машка, ебало всех. Я понимаю, что, блин, это же не очень правильно. И вот произошло то, что произошло. Берешь его пьяного с собой, значит, фотографируешься находит. И ему судья говорит, что ты играть не будешь. Ты пьяный, ты можешь умереть. Но, тем не менее, вы его заявку включили. Несмотря на то, что он до этого был в коме. Неделю назад, конечно. Ну, хотели, чтобы он хотя бы, если бы мы выиграли вот этот челлендж, Я имею в виду, кто будет разыгрывать мяч. Чтоб он коснулся. Чтоб он хотя бы коснулся мяча. Вот и все. Бро, я даже не вышел, потому что знаешь, что? И на седьмой секунде можно было бы уменять. Ну-ка, на седьмой, а там, кто-то знает. На седьмой, на восьмой, там, но мяч может задержаться в игре очень долго. Поэтому план был такой, чтобы он обязательно вышел. Мы сделали там общекомандные фото, прозвучал свисточек. Он разыгрывает. И спокойненько он уходит. Сейчас происходит, это просто легендарная команда. Команда, блядь. И нам должно повезти, ребята. Нам должно повезти, только на победу. Мы сильнее этой команды. Судья был прав, что его не пустило? Даже не. Самое интересное, что я попросил судьи выиграть. Давайте, запретите им, пожалуйста. Сидан, джиня, красиво. Слава России! Серьезно, чтобы это было от вас? Исходило, да. Ну, конечно. Потому что стало... Это правда. То есть, какая бы медийность этого действия не была, если так серьезно говорить, чтобы это там смешно, весело кому-то не было, просто в таком состоянии даже в медийной лиге это типа убийство футбола, да? Нет, это не убийство футбола. Все-таки есть организаторы, которые отвечают. Хоть он там какую-то бумажку подписал, может, подписал, что-то там типа я, я, там, это, если что с вами случится, там, ничего страшного. Все это ерунда. Кстати, не дай бог, что случается, значит, и скорая помощь, и что. Все-таки закрыли на них и все. Потому что вроде как медийный матч и фикс не был. Это правильно, на ваш взгляд? Конечно, нет. Ну, а что, ну и что, ну, начали бы мы орать. Удаляй, удаляй, и что тут? Мы, значит, ну, есть судья, он принимает решение. Мы же, мы же, мы же такие же люди, как его, он не умеет право ошибаться. Мы же не орем там, что ты не забил, понимаете? Вот у нас этот дворецкий белки, так, не забил. Ну, что ему с ним сделаешь? Ну, что, голову оторвать, что-то, ногу. Ну, он, ну, не умеет у нас судить. Возможно, судья не умеет судить. Или вот в этом эпизоде он видел как-то другого. Ну, слушай, ну, если вы его поставили, значит, и мы с этим согласились, значит, он должен своей работой выполнить. Ну, то есть, когда какие-то президенты футбольных клубов начинают выбегать на поле, ругаться с судьями, кричать, это некрасиво. И вы это не будете делать ни в коем случае. Никогда в жизни. Никогда в жизни мы не будем. Я прошу даже иногда, чтобы не выбегали, когда там еще какие-то... Так, гол забивают, что ли? Как бы вот этого немножечко тоже не хочешь, потому что игра-то идет. Ну, порадуй, да, и порадуйся потом разделал. Или там на поле когда-то нас источник прозвучал, мы все выскочили, поорали. Как меня вот мы выиграли первое удовольствие, мы взяли там и начали подбрасывать. Я не ожидал, но это было реально кайфово. Это было кайфово. Ваш стиль. Главный атрибут, как считается в медийном футболе Дмитрия Горделенко, это красивое пальто. Как вы подбираете это пальто? Вы просто перед зеркалом лук такой, суприца где-то там днем. Нет, совершенно нет. Просто я не хочу, у меня вся эта спортивная форма надоела. Я не люблю в ней ходить. Я люблю совсем другую одежду. Спортивная одежда, не по мне. Или еще там шапку одеть, еще и подпишон там, и холдый. Ну и что, ну холдый. Ну я же такой же, как они. Они бегают, а я с ними. Нужно быть красивым? Нет, ну конечно же, картинка должна быть какая-то. При этом вы тот самый тренер, который выходит на поле. И даже убрали там Багдасара финтиками. Да, было такое, случайно. Но не случайно. Но не случайно. Ну есть. К чему? Хочется играть, что ли? Сильно-сильно. Или это Дмитрий? А, почему я вышел? Да. Потому что я сильнее Платона, молодой. Вот и все. Это попытка выскочить в атаку. Кто тебя высказал? Кто тренер? Так вы сказали, выходите на счастье. Кто сказал? Иди играй. Просто поэтому. Ну они же все эти молодые. Платон, не Платон. Они же все думают, что они футболисты. Супер. Ну и хорошо. Но надо правильно им обнести. И донести. Что это как? Это красное, а это белое. Если он не понимает, значит, надо объяснить еще раз. Если он не понимает на словах, значит, ты берешь бумажки, разукрашиваешь красным цветом и говоришь, это красное. А вот это, чисто лист бумаги, это белое. Вот. Если и это, значит, недоходы, то объясняешь еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Если на сотый раз это в него не дойдет, мы можем просто по ним прощаться. А как вам, кстати, молодое поколение? Потому что сейчас есть много молодых футболистов в разных командах, рэперов, тиктокеров, которые имеют футбольную школу. И которые считают, что вот, чуть-чуть им нужно, чтобы в ФНЛ там куда-то попасть и так далее. Но при этом, по большей части, не могут они не соблюдать режим. Что с ними не так? Может, терпение чуть-чуть им? Или вот как вот с ними быть? Или это поколение вот не спасти? То, конечно, мы говорим о том поколении, которое играет здесь. Ну, девятнадцать лет. Нет, подожди, девятнадцать лет, это что, девятнадцать лет? Девятнадцать лет. У нас, например, есть мальчик, он 2004 года, вратарь, Глеб Гусев. Значит, играет за молодежь-кусинок. И я, как бы, ну, там, немножко помогаю, как себя вести правильно туда-сюда. Ну, да, ну, все они молодые, амбициозные для них и для всех. Значит, тренер плохой, там, то, там, еще кто-то плохой. Все они плохие, все плохие, я хороший. Моя психика не выдержит просто. Здесь надо работать, терпимся, и, естественно, где-то кто-то, может быть, дай бог, может им помочь. Сейчас вот слухи распускаю. Да. Говорят, Градиленко главная... Да. Главная трансферная цель Амкала на следующий год. Серьезно? Да. Там нигде не есть? Ну, а они говорят, у них самый большой, они и тот род, самый большой бюджет. Серьезно? Да. Охигенно. Ну, прикольно. Прикольно. Здорово. А что еще? Вы можете сказать, я всегда за Козлов, или вы бы рассматривали какие-то предложения? Нет. Мы всегда за Козлов. Мы с детства за Козлов. Даже у нас есть такой тенис. То есть, детство за Козлов. Дмитрий Градиленко? Да. И я буду вашим тренером. Им конец. То есть, трансфер Амкала невозможен ни при каких условиях? Ни при каких условиях. Даже если... Пока президент не скажет. Дмитрий Витальевич, спасибо, дорогой. Я больше не могу платить себе такие огромные деньги. Спасибо за работу. Давай дальше дружить просто. Порекомендую кого-нибудь. У нас немножко с другим бюджетом. Но в таком случае, какой-нибудь Амкал из медийной лиги мог бы быть интересно. Или профессиональнику. Нет. Ну, во-первых, какой профессиональник. Мне 53 года, у меня нет лицензии. Нет ничего. Для того, чтобы тренировать, нужно учиться. Вы как восстовольствие в этом плане. Лицензии. Нет, он-то хочет. Если просто нет лицензии, то у меня нет лицензии. Ну, и разговоров о том, что я бы мог сейчас делом годно тренировать, тоже нет. Я не говорю об этом. Ну, вот. Совершенно я об этом не говорю. Я понимаю, что для этого нужно какой-то большой труд. И я не хочу. Мне кайфово сейчас. Друзья, это значит очень дорого. А дорогой вы понимаете. В прямом и переносном сессии. Я слежу за ними. Смотришь, за одним козлом бьет, извините. А он в этом, как его, в телеграме в 4.15 утра. Ну, значит, вы тоже в 4.15. Ну, да. Ну, я же должен следить за ними. Понимаете, в чем дело. Они думают, что вот это все. А потом говорят, а что я не играю? Да потому что ты херово тренируешься. А почему я херово тренируюсь? Ты не задумывался? Почему ты херово тренируешь? Не задумывался. Потому что ты до 5 утра непонятно чем ты занимаешься. Потом просыпаешься в 2. В 2. А у нас тренировка в 10. И ты сонный. Приходишь на тренировку, а потом говоришь, а где моя зарплата? Я говорю, а какая у тебя зарплата, ты не офигел? У нас две тренировки, значит, в неделю. что означает три часа ну и на дорогу еще два это 5 5 5 часов у нас одна игра это еще два часа это 7 ну и надо на игру туда-сюда приехать еще берем три часа 10 часов в неделю 10 часов в неделю и один козел говорит я хочу зарплату за 10 часов в неделю а ты знаешь как люди работают вообще есть на как какие-то правила там есть у нас этот бакзот играм почему там люди работают за полтине 40 часов в неделю а ты а ты значит хочешь за 10 часов в неделю зарплату веру ты нормальный человек на у нас хороший ресторан устроился грузчиком кем угодно но это я у меня просто мне это бесит просто просто взбесил я даже подходит и говорят дай зарплату да это было вначале начале но сам-то дмитрий долинка дорого стоит у меня ж не зря написано друзья это значит очень дорого а дорогой вы понимаете дорогой дмитрий витальевич как сказал сашка мяченков скажи дорогой дмитрий витальевич дорогой дорогой ну и последний говорят точнее единственная команда которая на вас жаловалась то дробь а потом сказали тогда что вот гради ленко нас обманул обещал медийных выставил профи тудроц но гуди обманул что все медийные выходит поэтому команду я могу сказать что началась хуйня полная извиняюсь за выражение было сказано что мы играем медийными всеми вы можете посмотреть на состав козлов которые вышли против наших медийных неправда тудроцер дать вспомню я там уже не помню что значит ну когда джарахова поменяли тот матч у нас у нас играл у нас играл плату у нас дворец у нас играл жара у нас играл куда мы все будет это сколько назвал хочу девочки считаем попасть джарахов будет платон значит дворецкий елона вот я назвал только пять и посмотрите кто играл у них я не помню кто играл у них но там играла тоже половина людей с футбольным прошлым ну и лона хорошо смотрелся да да за бровкой она очень хорошо ну и на поле в общем то да но и либо может быть каблук нужен в этом чулок и не знаю короткая юбка это был вообще шедевраль так поэтому ну они были недовольны жалуются на что я же назвал сейчас пол команды с вратарем 152 сантиметра роста ну да у нас играла четыре защитника а кого мы еще стоит до четыре защитника поставил с этим как и со статусом профессионал что я не имел права была договоренность может быть договоренность была нечеткая и нужно было например говорится как я договорился я договаривался с камилом гаджиевым которому большой привет уважение и вообще восхищающим человек мы обо всем с ним договорились что мы играем так как у нас играет кто-то кто-то а кто такой тот-то этот не тотте а вот это тот какой-то такой-то он откуда он отсюда у него это 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 все по рукам крупно если штрафной пенальти если штрафной ближе 20 метров значит или пенальти то бьет значит медийный чувак ну слава богу этого не было и никто не мы спокойно отыграли я считаю что было неплохо было красиво было 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 интересно чем медийный футбол интереснее профессионально рпл или ничем по-честному ничего футбола несколько профессионально те же те же 22 футболисты на вот эти правила правила прикольные прикольные все разными шикарно вот в чистое время красный мяч офигенно еще а почему чистое время убрать долго затягивается все разговаривать эти выбегания тоже очень долго это выбегание значит на поле после там уже 4 4 предположим счет 4 4 то есть это мы сразу 10 минуты берем то есть прибавлять потому что по одной минуточки может быть даже с лишним на празднование да будет от будет матч останавливаться это реально может матч затянуться на два с лишним часа не знаю это блин я не знаю меняется вот чисто времени а все остальное что остальное вот с этой карточки я так и не понял но и убрали кажется да неважно а вот красный мяч шикарный вот интрига блин это это вообще это как раз таки интерес ну 2 0 2 0 игры нет да и ну ничего а тут бац или 2 1 проигрываешь а ты уже выиграл понятно что там уже мандраж туда-сюда и многие начинают как мяч берешь красный вот они начинают лупить просто на 50 метров туда бьют просто ну еще все прикольно а вот и все дрожит защитник ну и самое последнее вы понятно что козлам нужно укрепляться сейчас дзюба закончил хотели бы дзюба дзюба подходящий козел во первых я хочу начать с того что надо нам укрепляться или надо это все это это потом позже мы будем думать дзюба не дзюба нам укреплять нужно ли нам укрепляться или нужно нам что-то там другое делать или не понимаю поэтому не об этом даже не хочу говорить об этом мы поговорим потом когда закончится турнир мы с удовольствием с вами встретимся и за чашкой чая прикольное здесь место но хочется пить хочется пить потому что козлам не только нужна травка нам еще еще надо видеть все тогда до встречи спасибо